Нужно запустить. Ништяк. Ну и вот. Ну короче, а чтобы ссылку узнать на эту трансляцию, вот стрелочка тебе поделится, и вот она копируешь и скидываешь. Все, видно такую игру, да? Да, и она доступ по ссылке стоит, чтобы чепухи не забереглись. Да, ладно. Мало ли там пальмешь свой, на рабочем столе какой-нибудь важный. Ну да, согласна. Так, ну сейчас ссылкой поделюсь. Один раз. Так. Ну что, Владислав? А, Владислав? Да. Играем? Да, вам надо выйти. Да. Ну что, сказать, Владислав, я тебя вот как бы плохо слышу. Наверное, мне нужно параметры громкости немножко снизить в игре. Ты можешь, что-то, как он режим в итоге употребляет. А я его оставляю специально. Как бы, Владик его не видит. Так, а как громкость поменять? А вот. Ой, это слишком удобно. Ну, потише там взявай. Так, назад. Один хрен такая же громкость. Так, будем? Девочки, проснись. Нам пора. Какой-то убежище. А, стоп, подожди. Я не устаю. О. Я игру не слышу. А, погоди, ты стрим не скинул или где? А тебе зачем? Если ты в дискорде разговариваешь. А ты просто так настроил на всех случаях? Ну, я сейчас врубила, скинула там, да. А. Все в порядке? Я не слышу. Игры, да? Да. Ёп твою мать, Владислав. Да, Владислав, я вот. Да, Владислав, я Владислав. Ну, давай, давай, попробуем, Владислав. Вот сейчас. Слышишь? Слышишь? А, я слышу, слышу. Я себя у тебя слышу. Что? Девы, блядь, я в твою мать, сейчас. Все. Ммм. Ну, все нормально. Да гон выключен, ну ты что, прикалываешься? Я у Владислава это слышала, я же тебе сказала. Я наушники снял. Вот он наушники снимал. Все прекрасно. Идем, Алиса, надо спешить. Так, где мы можем найти убежище? Вот здесь, в коробке. Блядь, личный убежище. Я, блядь, в нем сам живу. Ха-ха-ха-ха. Вот здесь, в сторе. Простите. Да. Здесь тоже вряд ли нас пустят. Ну, придется каким-то бомжовьем идти, потому что... Куда тут еще? Комфортно, но можно попасться. Понадобятся деньги. Нет, денег у нас... Некомфортно, но безопасно. Как туда забраться? Вопрос. Очень некомфортно, зато никто не увидит. Ни хера себе. Приколы. Так, здесь. Открыто круглосучно. Попросите о помощи. Ага. Он скажет, что Детройт девочку украл. Нет. Детройт? Да я ша... Ой, это андроид. Не откроется до утра. А если поломиться, открыто здесь остаться нельзя. Да вы гоните, блядь. Ну как? Тихонько. Открыто круглосуточно здесь остаться нельзя. Где еще можно? Владислав, что думаешь? Не знаю. Комфортно, но можно попасться. Понадобятся деньги. То есть я должна где-то деньги спереть. Заглевать дом, заглевать на парковку. Сюда не получится. Можно попытать счастье в магазине. Попробовать как бы денег попросить. Но вряд ли тебе кто даст деньги. Тут тепло. Причем сейчас согреешься. А можно украсить чипсы? А, здесь нет чипсов. Чипсы? А, можно украсить какую-нибудь эту одежку. Вон, смотри. Вот этот чувак спит. Ему, в принципе... А, девочка. Сейчас. Почитай. О. Пчелы-опылители. Кстати, помню, какая-то тема была про то, что... А, тема? Да. Какая-то тема была сколько-то лет назад, что где-то пчелы начали вымирать реально. Ну что ж, очень жаль. Эта музыка будет вечной. Вообще, вот эти вот листовки какие-то, журналы, не очень интересно читать в целом. По-моему, в них ничего такого и нету сюжетно важного. А, почему именно туда надо смотреть? Что здесь? Здесь ничего нету. А, вот это уже что-то. Там, живь? Залезь туда, да. Ага, вот. Что ты делаешь? Это же чужое. Нам это нужно. Тебе надо согреться, а мне избавиться от униформы. Но это воровство. Так ведь нельзя. Бл***, а как люди убить, мальчик. Ты маленькая, ты еще не шаришь. Иди в пизду. Мужик спит в наушниках, ничего не слышат. Сам Бог велел спереть. Да ладно, блин, ну какое? Репутация, говорит, еще украденная. Удань, блядь. А-а-а. Зависла? Нет, нет, нормально. Я туплю, конечно, с этими кнопками. Вообще жесть. Я думаю, на этом на джойстике было бы намного лучше. Ну, а там кнопки все поблизости хотя бы. Угу. Твою мать. Ну, давай не будешь что-то просыпаться. А можно я украду вот эти вот банки еще? Брай? Нет, банки нельзя повезти. Она это, обнаглела, говорит, нельзя красть, и еще отношение такое у нее ухудшилось ко мне. Она с ним понимает. Мужику какая разница, у него вон он весь одетый. Правильно, правильно. Да, сексуальный негов. Ну, не знаю, Владик, тебе видней. Честно, я не хочу туда идти. Там живой человек сидит. И как это по клише полиция зайдет, чисто пончики покушать. А, нет, я думаю, что он просто... А, кстати, слышишь, сейчас-то я не выгляжу как Android. Он меня не спалит сейчас. Сначала-то я думала, знаешь, он скажет, типа Android девочку украл. А, да, да. Сейчас-то я в одежде, все. У тебя одет. Мы туда не пойдем? Не получится. У меня нет денег. Надо 40 долларов или... Искай другое место. Может, заработали где-то? Раздобыть 40 долларов. Хотелось бы, конечно, раздобыть. Ой. Что? О! Ой. Я думала, он, типа, такой посмотрел, что там происходит. Так, я могла еще пойти на помойку. На ту. Или что это вообще? Я изменяюсь, а дракстор это что? А ты. Дракс это... Ну, я понимаю, я понимаю просто так, если дословно. Вот она. Кстати, возможно, медикаменты есть? Так, да, да, да. Я тебя, кстати, Антон, тоже очень плохо слышу, поэтому... Просто пучки. А где она? Почему она уперлась? Просто у числа. Я вообще ее должна была за руку держать. Она не хочет... Чтобы... Чтобы не мог... Чтобы не мог... Алиса, ты совсем замерзла. Ничего, не так и холодно. Вы потерялись. Нам некуда идти. Ой, опасно. Не понял. Это... Дивера вот эта вот. Ну, это на другом конце города. А нам нужно прямо сейчас. Не поняла? Это что за гость, сынок? Куда он пропал? Идем, Алиса. Спасибо, что пользуетесь нашими услугами. Владик, я не могу выбрать. Подскажи, что делать. Где мне раздобыть деньги? Тут еще видишь какая-то... Это... Справа внизу что-то такое. Под замочком. То есть мы можем еще раз найти еще. Обнаружить. Можно... Может мне заглянуть... Ну, реально в мусорный бак? Почему нет? Я и так выгляжу, как бомжара. А там может быть что-то съестное еще будет для них. Я просто зайди посмотреть. Для нас бабками сходят. Магазин открыт. Давай-ка зайдем. Тебе надо согреться. Будем убеждать кассира помочь. Попробуй. А чё, попытка не пытка. Вы же не со стволом его просите помочь. Где-то для Алисы. Верно подмечено. Кукис. Только вот как бы оно подмечено, но я сделать с этим ничего не могу. А вот игрушки для Алисы. Да-да, игрушка. А, блин, у нас Алиса активируется все время. А-а-а. Ладно. Девочка, девочка. Я буду говорить, девочка. Дрещиха. Дрещиха, да. Блин, а что, Владик, скажи, вот что? Я вообще понятия не знаю. Я хочу еду для дрещихи взять вот эту, но как мне это сделать? Нету. Попробуй побазарить, кстати. Побазарить. Ну, дай, пожалуйста, кусочек. Сейчас. С Алисой я поговорить не могу. Детройт это, я так понимаю, город этот, да? Ну да, да, да. Фух. Сохраниться нельзя. Дядечка. Дядечка. Вам помочь. Да. Я тут с ребенком, нам некуда идти. Вы не дадите нам немного денег на ночлег? Слушайте, дамочка, у меня тут магазин, не армия спасения. Я не могу раздавать бабло всем бомжам в округе. Да, я бомж. Упрасть. Так у меня, блин, Алиса вообще тогда, ой, дрещиха, она вообще со мной отношения попортит. Ну, мне какая разница, да? Дети, они все такие неблагодарные. Можно мне хотя бы пончик, ну, пончик своровать? Ну, это кривая. О, нет, где? А. Ну, она же типа спалил все, что он не видит. Ну, да, конечно, но... Ну, там камера, блин. А то он прям не увидит, когда я начну рыться в кассе, да? И она, кстати, сама отходит оттуда. А какой я план еще могу придумать? У меня там вообще еще что-то есть, ну, это... А, о! Слушай. О, разблокировала. Что я разблокировала? Да, это она. А может тут типа все-таки можно одно-то спиздить? Главное просто этот... Не нагляйте все, не пиздить. Ну все, уходи. Отвлечь внимание при помощи... А, так оно работает. Бабли, Шалис. Ну, она можно, и что думаешь? А хули не пробуем? Мне нужна твоя помощь. Видишь, Монти, 6. Детянки. Погоди и свали их на пол. Свалить на пол? Зачем? Алиса, сделай, как я прошу. А я игрушку пойду. А тот зашел? А я игрушку... Нет, это я просто близко... Блин, игрушку, серьезно. Ну а что мне... У тебя, у тебя есть деньги спиздить игрушку или пачку? Точно. Зачем мне игрушка, когда... Можно спиздить денег. Да. Давай, иди там. Подбирай. Иди, иди, иди. Не больно? Не переживай. Сейчас все подниму. Давай, 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 давай. А, украсть его. Видишь, ничего не разбилось. Да, это замечательно. Ничего не разбилось. Все хорошо. Ну, пошли. Умница. Ну что, в мотель? Что она такая, это не хочет, смотри. Все. Че, Варлан считал? Да ладно, не дождь, что здесь долларов спит. Теперь у нас есть деньги. Ты меня обманула, чтобы их украсть. Разве так можно? Я тебе верила. Ой, блядь. Ой, въебать бы, нахуй. Изложить факт, а как иначе? У меня не было выбора. Так нельзя. Это не всегда. Так можно. Ну, в игре, конечно. В игре можно, в реальности нельзя, конечно. Вот. Не припирайся, пиздючка. Класс. Мотель в тепло. Владик, высший уровень прохождения. Вот так и надо. О, высший что? Уровень прохождения. У нас нет одежды и деньги, и покушать есть. Я помню, сестра у меня без одежды была. Помню, почему-нибудь без одежды нехорошо. Ну, сразу схибались. Здрасте. Здрасте. Можно снять номер? Стоит 40 баксов. Сразу. Угу. У меня столько есть. Мне нужно ваше имя и адрес. Бумажка. Так, здесь надо спиздануть, наверное, что-нибудь, да? Напрямую-то не скажешь. М-м-м. Угу. И будьте добры, документы. А-а-а. У меня с собой нет. Прошу вас, ребёнок устал. Да. Ничего. Завтра разберёмся. Спасибо. Спасибо, дядечка. Вот это вот я понимаю. Зачем мне документы такие, да? Я же просто покупаю поспать. Спокойной ночи. Документы нужны. Спасибо. Идём, Алиса. На улицу? Вратно. А-а-а. А он тебе поверил? Этого я не знаю. Но сегодня ты будешь спать в тепле. Угу. Лучше, чем с тем Тоддом, конечно же. Тут кто-то очень громко музыку слушает. Слышишь? Капли. М-м-м. Угу. Угу. Ой, я извиняюсь. Тут мама написала. Не моя. Смотри. Ну-ка, давай мне куртку. Ёптва, ёптва, ёптва. Ча? Вот вот это. Не балуйся там, Владик. Да я не могу. Алиса, стоп. Так. А тут заперта дверь. Нормально посмотреть в окно. Всё в порядке. Никто не идёт. Всё хорошо. Вообще стрёмно так, да? Во всех фильмах, когда... А главные герои ночуют в отеле, Это значит, когда они прячутся от кого-то. Есть шоколадка? Да тебе. Особенно стрёмно было в... Лучше звоните Солу. В последнем сезоне, когда этот... Доминго прятался. Или как он? Не Доминго, забыла. А я не смотрел. Ой, вообще мы прямо сидели и... Стрёмно так было смотреть. Его просто пасли со всех сторон. Он не мог даже шторы отодвинуть. Ну что, выглядишь неплохо. Даже одежду женскую смы... А, нет, это мужская, наверное. Она просто так... Ну, смотрится нормально. Ну да, смотрится вполне... Ну, хотя нет. Как оборванка выглядит там. Ну да, фенка-то страшная. Почему она шоколадку не ходит? Ну... Раздеть. Надо раздеться, всё. Промокла насквозь. Развешу ванную, сушиться. Бросить. Угу. Ох, так. Мыть её не надо, надеюсь. Фигит. Поговорите. Ну, она очень молчаливая прям. Почему он меня не любит? Конечно, блядь. Почему всё время на меня злился? А, не, смотри, разговорилась. Я хотела, чтобы мы жили нормально. Я что-то не так сделала. Нам... Я плохо себя вела. Очень. Поэтому он всегда так злился. Я просто хотела жить, как все. Чтобы он любил меня. Почему нельзя просто жить? Не знаю. Ты ведь меня не оставишь. Обещай, что не уйдёшь. Обещаю. Обещаю. Мы никогда не расстанемся. Никогда. Обещаю. Владик. А? Помнится мне там момент будет... На вокзале или где-то, что... Она... Тоже какая-то такая. Да? Опыт ты имеешься? Да. Ну да. Надо поспать. Сколько я понял... Настолько я помню, да, мелкое тоже андроид. Вот эту хуйю я вообще не поняла. Как так получилось вообще? Я выключаю свет. Ты понял? У меня не из курса вообще. Я не в курсе. Мы с тобой посмотрим тогда, я понял. Вот это что-то проебал тоже. Не, я тогда посмотрела, я всё посмотрела. Я просто давно была, и я тогда ничего не поняла. Может, сейчас, если ветка какая-нибудь другая пойдёт, будет попонятнее. Поцелуем. Спокойной ночи. Мой мать. Теперь. Лечь в кровать. Уйти. Куда уйти? Не, не, не. Лечь в кровать. Уходить не надо. Она же не спит, да? Доверие. Хорошо. Ноченька. Так. Владик, тут такое. Присмотреть, прилечь. А, тут можно присматривать и прилечь. Ну, один хрен. Так. Смотри, тут можно было. Тут. Выйти из супермаркета. А он мог же ещё нас и подловить, и спалить, и мы бы могли игрушку ей, кстати, стырить ещё. Пиздец. Тут, конечно, вообще разветвление, да? Надо было девочке игрушку стырить, ну. Вместо бабок? Нет. И игрушку, и шоколадку. Ну, я не знаю, что там было. У вас есть деньги одежда. У вас в магазине в эти супермаркеты можно было ездить. Блин, ну, это вообще, конечно, ну, тут сколько раз игру-то проходить, чтобы всё почувствовать. Надеть одежду. Да, ну, это вот самое лучшее, чтобы поиграли, это самое прям правильное, что мы сделали. Так, давай, АФК, пару минут. Сейчас я там ещё кофе набубеню себе. Ты тоже там пойди, шоколадку скушай. Молодец. Давай, Владик, сейчас приду. Ага. Как микрофон тут вырубать? А, вот здесь сам микрофон можно вырубить, да? Кнопочка, либо, ну, либо просто выкрутить минимум. Ну, ладно. КОНЕЦ Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Хлеба вам насущного DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Неблагоприятное метеоявление 02-01 Субтитры сделал DimaTorzok 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 А здесь, смотри, выйти из супермаркета и делают 54 Походу остальные 46 в нем остаются Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну погнали, эпизодик Тут, наверное, что-то серьезное А, это помойка, да? Да Это на утро просто, вот такой евал Да 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 Знаешь, что? Я думаю Я как бы помню, чем там закончится Линя с Маркусом Закончится вот линя с Маркусом Бля, все помнишь, чем там Вот здесь повреждено у нас Я думаю, на одном лишь добре Тут не вывезешь Тебя кокнут, блядь Ну да, наивеным добрым, конечно Да, да, да Тебя тут кокнут Очкор взорвут Невозможно встать на ноги Отсутствует нога, да? Надо найти ногу Ищем ножку Ну что? Выползли, дружок Так Ползти 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 Вдюй 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 А у него там без глаза еще Вдюй Нога Вз bitch Вдюй 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 Пила кофе? По пила кофе? Конечно Опа Владислав, как лучше праздник? Да Вполне Вполне, да А у тебя таки уезжали что-то? Ну, мать уехал с концами в Питер, так сказать С концами? Ну, в смысле, да Ааа, новогодние каникулы Ааа, правильно Дыхать так отдыхать Да, уже предлагают, чтобы я туда поехал Но я не хочу, блядь, зимой ехать в Питер, это ужас Противно мерзко, да? Там грязь смесить Да дома можно помесить, что делать? Трэш, смотри, там еще один свидач Это вот, кстати, вот так Питер и выглядит, блядь, зимой Только со снегом Ищи свои ноги, блядь Вытаскивай их из говна Мерзко, грязно Не-не, я потому что это все дождем нет Угу, да Да Есть место, где наши свободы? Найди ее рекорд Найди ее рекорд Хорошо Я найду, брат Честно Я найду Я думала, он меня хочет и так прицапать Ну да, меня еще руками палатуют все за жопу Ага Не-не, не-не Куда ты? Что, мне уже палит, палит Отстаньте Кошмар 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 Давай поищем. Ой, ни хрена не видимся. Ох ты мой, ну не... Ладно. Ну ладно, мы совместимы. Дальше. Посмотри, ноги будут от них. Мы несовместимы. Нет, это женская что ли? Почему не совместимы? Киданута. Нет. Не подходит. Тут что-то ползёт. Хочет выбраться. Да блин, ну достали бы. Что за херня? Жизни не дают. Лежите себе спокойно, пиздец. Берём. 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 стандарт регулятор насоса там-то точно есть это точно не регулятор насоса но это совместимо это глазик привет я андроид окей 700 создан служить вам а у него два разных глаза же будет точно там какая-то хренотень вот вот Попустим. Это очень непредусмотрительно скидывать андоида на севалку. О, подозрительно. Это очень непредусмотрительно. Когда он может просто взять и сам починиться и уйти оттуда. Очень внимательно внимательно. Куда выходишь? Покинуть свалку. Забраться по склону. А есть несколько вариантов? Нет, один. Воскресенье Сама! Продолжение следует... 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 а вы еще одну да фаренгейте мне нравится тоже там были считай два этих полицая женщина мужик у них там свои личные отношения и один преступник который преступником не являлся как бы нас они по-моему и делали нет да да это тоже квантик dream это первое такое у них интерактивное кинцо но это очень прям было сочно и очень атмосферно вот такую атмосферу как там из-за музыку музыки анджела бы дала меньше очень они не могут прям повторить в своих других играх я просто композитора там смотрела кто такую музыку замечательную создал но она прямо все сделала для игры очень классно получилось погуляй красота да еще прелесть рай аманда ой я помню это какая-то срань стоит там аманда здравствуйте аманда конор рада тебя видеть найти девианты было очень непросто ты проявил в этом большое мастерство но ты же знал девианты непредсказуемо тебе следовало быть осторожнее я надеялся что он что-то скажет это была моя ошибка ничего надеюсь ты учтешь это в будущем допрос был очень непростым что ты думаешь о девианте что ты думаешь демонстрировал признаки посттравматического синдрома как будто ему переписали программу начинаешь лейтенант андерсон был назначен вести дела о девиантах что-то о нем думаешь я считаю что он интригующий он раздражителен имеет проблемы в общении точно но полагаю он был хорошим детективом интригующая личность к сожалению нам придется с ним работать каким будет оптимальный подход оптимальным конечно да я к нему адаптируюсь в интересах расследования необходимо избегать с ним конфликтов и подстроиться под его особенности все же правильно говорит что не нравится все больше андроидов демонстрирует признаки девиации их выпущено несколько миллионов если они выйдут из повиновения последствия будут ужасные ты самый передовой прототип в линейке киберлайф да он самый классный если кто разберется в причинах то это ты вы можете на меня положиться при этом у него тоже не все в порядке радиско с головой время немало ну там это же владик помнишь их одинаковых моделей 1 одно лицо как бы модели это много может быть копий смысле о какие каблучки на такие были не пересекать линию а можно пересекать у тебя просто шок ты телевизор кассе а типа вот здесь для этих для дебилов вам помочь я пришел к лейтенанту андерсон вы авторизованы да лейтенант еще не пришел подождите его на рабочем месте ой ну я тут совсем не могу все поделать поговорить ох ты конор я думал твою задачу здесь сняли только что продлили хэнк наверное будет просто в восторге ты был прав насчет того андроида сегодня вот и проебал там тот пошел который тот ходит вон он тот розыск у розыск подал на этого для найти перехватываю ну ка ну ка ну ка ну ка можно можно как он дела все хорошо браун а мне чего надо мне на стол лейтенанта но я хочу стол вот его хочу а ну тут просто показано что я могу пощупать посмотреть ничего щупать кого-либо чем это чистый перс персончик кабанчик и тут работаешь да понятно хохлы в америку период что опять читать о дедушка это он смотри не стала один из я ярче и летит русского художника получается что не стала кто кто виновата что вот купили сын попросил сми не тревожить покой семьи в это непростое время ну тварь мы мы это все знаем да 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 смотри ближайшие несколько недель правоприемник выставит его картины на аукцион ошибись иванов говорит нет ладно смотри можно припарковаться они нельзя милсон ловился не поговорит так ладно шутки в сторону где андерсон не андерсон простите какое время обычно приходит лейтенант андерс зависит от того как прошел вечер если повезет явится до полудня спасибо дону в баре на где-то на херачит сидит он же алкоголик а можно недовольны ходит тут смотри еще несколько вариантов есть закрытых что я могу сделать что-то пощупить можно на столе на столе до покопаться музыку и рок ничего даже сбой программы не случился от такой музыка звонок хэнку андерсону оставьте сообщение если приспичило перезвонить не обещаю короче рад вас видеть лейтенант я ничего не успела сделать хэнк иди-ка сюда войти подслушать осмотреться что мне тут смотреть я не понимаю что с девиантом не можно было поговорить да он с тем смотреть участок еще раз что осмотреть его стол осмотреть полицейских больше лейтенанте мне надо о нем побольше узнать потому что мне нужно с ним сдружиться правильно это его стол изучить что он любит баскетбол любит точно еще он любит это он не любит волосики да а собачья шерсть я думала его собака значит у него есть здесь а это куда он ходит где он любит бывать похоже пончики все едят взятка внешность ну и кофеечек холодный кофе все анализ выполнил ой как ну какая нибудь мы смотрели стол а что я могу еще здесь посмотреть а теперь речь идет о нападении как например вчера это уже касается не только киберлайф это уголовное расследование надо что-то делать пока мы не в полной жопе я поручаю тебе эти дела выясни есть ли связь почему я почему ты на меня это вешаешь из всех копов в стране я хуже всех подход ни хера не знаю об андроидах джеффри я едва могу телефон свой настроить на все перегруженные и я считаю ты прекрасно способен с этим справиться брехня просто никто не хочет заниматься этими гребанными андроидами вот ты испихиваешь на меня из киберлайф прислали андроида в помощь расследованию это революционный прототип будет твоим напарником нет уж нахрен не нужен мне напарника уж особенно пластмассовый урод хэнк давай ка не испытывай мое терпение я тут старший по званию и ты должен меня слушать не забыв заткнуть свою пасть знаешь что моя пасть тебе ответит ладно ладно я сделаю вид что не слышал чтобы не добавлять очередной выговор в твое личное дело которое уже тянет на толстенный роман и этот разговор закончен господи джеффри ну за что ты меня так ты же знаешь как они меня бесят что я тебе сделал вот что мне надоело слушать твое нытье либо иди работай либо значок на стол а теперь если позволишь я делом займусь я очень рад что меня приняли уверяю что приложу все закрой дверь с той стороны хорошего дня капитан ой с ними вообще не надо ничего говорить а то еще подумают что я тоже девиант ну его нафиг вон он на фотках какой недовольный сидит Поговори с Девиантом. Где он? Ну, что ли? Так. Я не могу ему что-то сказать. Эй, ты образцы уже смотрел? Ну, ты погляди. Наш дорогой пластиковый детектив снова вернулся. Поздравляю со вчерашним. Весьма впечатляет. Мы бы что-нибудь вытянули из этого андроида, если бы не ты. Угу. Попизди мне тут. Я такого еще не видел. Что за модель? РК-800. Я прототип. Ах, прототип. Робот-детектив. Машина скоро нас всех заменит. Так, что ли? Эй, сделай мне кофе у шлепок. Ну, что стоишь? Нет. Извините, я подчиняюсь только лейтенанту Андерсону. Если бы Хэнк вчера не влез, я бы тебе объяснил, что людей надо слушаться. Держись подальше. В другой раз. И я тебя жалить не буду. Пошел ты, блядь. Скотина, сразу видно по лицу. Брась. Дебильный. По данным ряда источников, полиция Детройта получила от Киберлайф некую модель андроида детектива. Общественное мнение минус. А, простите, а что мне от них надо вообще? От этого общественного мнения? Че это? Ты кто? Че? Че? Хе-хе-хе. О, это мой. Пошел ты. Это мой. Сраный робот. Да ладно ты, не грусти. Вон Маркус выбрался с помойки, и тебе тоже светит. Они уничтожат меня. Да нет. Мне жаль. Я этого не хотел. Но помочь я не в силах. Меня ждет смерть. Блин, а что же я еще могу такого сделать тут? О, нет. Открывайте камеру. Скорей. Пожалуйста, не надо его трогать, а? Ну не надо, пусть он там. Пусть он сам там. Да. Позвоню в Киберлайф. Пускай уберут. Он умер? Наверное. Убился? Блин, ну вообще не нравится мне, как проходил. Мне надо было его спасти, бедолага. Я вообще могла это сделать или нет? Эмин. Ну спасти его как-то. Как-то поговорить с ним, чтобы он что-то рассказал, не знаю. Или все равно это привело бы к такому концу. Неясно. Короче, я что-то еще тут могу сделать точно. Читать и говорить с Хэнком. А что еще там? Ага, вон там что-то есть. В туалет сходить? Женский. О! Глянь. Что делать будем? Слушай, здесь делать нечего. И что это такое вообще? Пустили. О! Ну да, туалет. Можно кому-нибудь я это? Кого-нибудь запру. Подшучу. Прикалываюсь над людишками. Да, красивый. Вот Антон говорит, что ему не нравятся главные герои, а мне вот все нравятся. Что главный герой? Ну да, он говорит, вот главный герой, который Маркус, ему не нравится, мне нравится Маркус. И вот этот мне тоже симпатичный. И Кэр тоже красивая девушка. Ну прям все хорошие. Ну да. Вот этот вообще нормально такой. У него правда лицо какое-то слегка детское, но у Антона тоже. Ну молодой. Ну да, молоденький. Ну и негритяночка, вот этот, который, по сути, не знаю, владеет им или чё. Наверное, такая, ой, я сделаю такого мальчика белого. А-а-а, слушай, вот же лежат документы какие-то. Кто там? А, нет, это вот, читали. С другой стороны. А что журнал, может, там что-то есть? Не нужно. Я, может, он что-то не обратил внимания или что? Вот это вот, Иван, Иванов говорит, нет, российский президент, российский президент Иванов. Иванов говорит, нет, российский президент Иванов дал ответ на требования президенту Ворон неведленно вывести все российские паска из Арктики. Иванов называл слова Ворон дипломатии рупор и заявил, что главная угроза для стабильности в этом регионе – разжигание американской военной истерии. Это по факту. Российский президент, а, Кремль опубликовал подробное заявление с обоснованием притязаний России на данную территорию. А Иванов, по его словам, хотел бы напомнить президенту Ворон, что Соединенные Штаты, как и любая другая страна, обязана соблюдать конвенции ООН. Конфликт не утихает. И что? Ну и что? Ну типа лол. Лол. Блин, ну тут нечего читать, ну все за говно. Дедушка. Все получается. Там же у меня ничего не было. У меня просто что-то тут, это, какая-то, видел? Что-то еще есть. Поговорить с Хэнком и что-то еще. Мне очень интересно, что это. Ну похоже, я не узнаю. Наверное, что-то должно было меня вывести на это. Я что-то еще должна была сделать. Как думаешь? Конструктивно. Для меня честь работать с вами, лейтенант. Мы будем отличной командой. Честно. Он эту штуку не любит. Так или иначе, я хочу сказать, что очень рад работать с вами. Мы будем отличной командой. На него эта херня не действует. Надо улыбаться, махать ручкой. Какой-нибудь стол. Вот этот ничей. Да, теперь мой. А, изучить досидевент. Все, разблокировалось. Все нормально. Не обосрались. Там просто можно было Хэнку еще что-то сказать, но, наверное, нужно было слушать диалог с этим. С неверным. Слушай, давай про собаку. У вас есть собака. Все любят собак. С чего ты взял? На кресле собачьей шерсти. Люблю собаку. Как зовут вашу? Тебе-то что? Сумо. Сумо зовут. Фаулер, это что интересно? Слушай, я не думаю, что ему обо всем надо прям говорить. И признаю мне контроль. Ну да, да. Ну тут как бы вариантов нету. Ну давай про баскингбол. Можно один разочек. Скидгольский машин болеть. Картер вчера забросил 53% мячей за трехочковой линией. Смотрели матч? Вот и вот я вчера в баре смотрел. А, когда он пришел. Ооо. Твою мать. Бля. А че? А что он такой-то? Что обидно ему стало? А че такое-то? Ммм, про призрение к андроидам я, наверное, не буду говорить. Про музыку спиздануть. Ну давай про музыку последняя. Вы слушаете рыцари черной смерти? Это хорошая музыка. В ней много энергии. Ты слушаешь heavy metal? Ну, не то чтобы я вообще слушаю музыку, но хотел бы. Ооо, хорошо, ладно. Да, я не хочу говорить про призрение к андроидам. Ну ладно, вот это да, это можно не трогать. Ага, хотел спросить про график. Вы всегда приходите на работу в это время. Ой, не надо было. Прихожу как прихожу. Хватит уже. Ну да, вот тут можно обидеться. Как бы, что-то доебался. Ты доебался? А, сори, фу, ничего не нормально. Кто такой Фаулер? Вы знаете капитана Фаулера? А, да, слишком. Он его не любит. Ладно, давай работать. Если у вас есть материалы по девиантам, я бы на них взглянул. Терминал у тебя на столе. Наслаждайся. А, так, все, давай. Давайте разговаривать. Так, этот пропал. Значит, исчезновение, жертва, идентификационный номер. Он ведет дело. Потерпевший утверждает, что оставил андроид дома, как обычно, и пошел на работу. По возвращению он обнаружил, что андроид отсутствует. Следы взлома отсутствуют. Возможно, андроид покинул квартиру без соответствующего распоряжения. Захотел и ушел. Дальше. Вот про это мы видели. Потерпевший утверждает, что на него напал андроид. Модель и такой. Это работавший официантом в сетевом ресторане «Быстрые хот-доги». А, мы не его ли видели Кэррой, когда он посоветовал куда-то там пиздавать очень далеко. На остановке. Наверное, это был он. Да, наверное. Потерпевший, он неожиданно набросился на него и попытался задушить, а затем скрылся. В настоящий момент на кручение андроида неизвестно. Наверное, он пошел туда, куда посоветовал Кэрри. Так, черненькая девочка. Потерпевший утверждает, что на нее напал ее андроид в модели. А по 700, блаба. Андроид также устроил погром в нескольких комнатах, после чего покинул дом. О, вот это красивое. Смотрим. Потерпевший менеджер клуба «Рай». А, они говорили же про то, что секс с андроидами это типа вообще прямо супер. Что теперь с людьми не надо. Это вот она предоставляла секс с андроидами. Сообщила о необъяснимом исчезновении секса андроида модели такой-то. Указанный андроид сопроводил клиента домой и не вернулся в клуб. Ну, так могли и это, ее убить. О, знаменитый художник обнаружен мертвым у себя в доме после стычки. Во, это наш клиент, произошедший между его сыном и домашним андроидом. Согласно показаниям сына, художник андроид вел себя агрессивно. Андроид, который по имеющимся данным является прототипом модели серии номера неизвестных, был уничтожен прибывшим на место преступления сотрудниками полиции. Ну, это неправда. А, нет. Ну, плюс-минус. Потерпевший утверждает, что на него напал домашний андроид модели AXO 400. Накануне андроида вернули в сервисный центр после ремонта. В прошлом эта машина уже проявляла признаки агрессии. Ну, это тоже полный бред. Ну, на самом деле, мы уже видели, мы видели своими глазами три, три трех андроидов, которые не проявляли признаки агрессии, а наоборот защищались или кого-то их защищали. А четвертый просто говорил, что типа они там плохо с ним обращались. Он просто говорил, а мы не видели. Или видели кусочек. Немножко в самом начале. Вот, про остальных не знаю. Ну, короче говоря, почему бы их всех не спасти, они нормальные. 243 досье. А, это ему надо все. Первое, 9 месяцев назад. Все началось в Детройте и быстро разошлось по всей стране. Вчера модель AXO 400 напала на человека. Думаю, с этого будет целесообразно начать. Ну, ладно тебе, чё-то. Меня назначили выполнять расследование. А не сидите ждать, пока у вас возникнет желание поработать. Слышь, говнюк, была бы моя воля, я бы всех вас сунул башкой в помойку и поджёг. Так что лучше не зли меня. Не то очень пожалеешь. Лейтенант, простите, что отвлекаю. Это не норма. Есть информация о модели AXO 400, вчера напавшей на человека. Её недавно видели в Ривенделле. Хорошо. Это про Кайру, они говорят. Блин, ну Хэнк, ну что такое залупа, блин? Нормально, вообще. Человек, человек. Вонючка. А-а-а, у него не могло быть, могло не быть зацепки, и это хуй знает, от чего вообще зависит. А чё за зацепки, на счёт чего ему? Ну, это то, что подошёл к нему этот чел и сказал, что видели AXO 400. Что? Чё-то ещё можно было? Вы спасли андроида в главе допрос. В плане... А, в другой главе я его спасла, только я не понимаю, как. Ну, то есть я... А-а-а, ну, то есть я ему не позволила сама разрушиться, наверное. Помнишь? Он же мог бобахнуть. Владик. И вот... Ну, я говорю, он мог бобахнуть. Ты слышишь, блядь, меня или что? Вот. Короче. Всё? Ты готов? Уйти? Уйти? На покой. Да. Можно попозже ещё поиграть? Да ты мне, пожалуйста, скажи, когда я с удовольствием... Всё, хорошо. Давай, Владимир. Давай, Владимир. Давай, Владимир. Чао. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...